Когда пророк Мухаммед пришел в Медину, и у него была власть в Медине, у него еще далеко не было власти во всем Аравийском полуострове, он издал то, что сегодня в исторической науке называется Мединская Конституция или Мединское Соглашение. Соглашение, если мы посмотрим на сегодня, оно было абсолютно демократичным, оно было абсолютно равноправным. Если его сформулировать, там было много пунктов, оно было таким. Мы все граждане этих земель, иудеи и мусульмане, давайте вместе быть союзниками. Давайте создадим одну армию, давайте дадим свободу веры. У мусульман будут свои мечети и свои суды, у иудеев будут свои синагоги и свои суды. Каждый будет заниматься своим делом. Пророк Мухаммед, пророк мусульман установил, что должна быть такая категория людей, как Зиньми. Туда входили люди Писания. Это христиане, иудеи, в какой-то период времени даже зарово-острейцы. Это были люди второго сорта. Поэтому говорить о том, чтобы они хорошо жили, это смешно. Только безграмотный неуч или заведомый лжец может говорить такую вещь. Спасибо. Спасибо.